С приветом, Набутов! Вот, и долина Савиньон, винная под Мельбурном, и вкуснейшие диетические стейки из кенгурятины. Нет, он решил в эфире это повторить, а, гад! А там, сколько, я уж не помню, могу сейчас рассмотреть, то ли миллиард, то ли два миллиарда кенгуру в Австралии. Соответственно, остается их только жрать. Нет, ну, соответственно, просто часть из них, это просто, ну, как мясная культура. Она и выращивается на мясо, и кенгурячье мясо стоит дешевле, чем их эти самые блэк ангусы и прочие знаменитые коровы австралийские, которые тоже там такие мощные. И вот ты берешь бокальчик, пей, вкусненький стейк. Ведь тебя никогда не убивали по понедельникам, нет? Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, давайте посмотрим, кто спивается, потому что удивительным образом, что мы, россияне, это даже немножко оскорбляет мое чувство национального достоинства. Мы не попали в этот рейтинг вообще никаким образом. В смысле, вообще не попали? Нет. У нас в принципе там нет? Нет. Значит, смотрите, австралийцы, значит, нафигачиваются 27 раз в год. Средний мировой показатель 15. А вообще они выпивают два раза в неделю. Второе место рейтинга по количеству употребленного алкоголя занимает Дания. Третье в Финляндии. Жители Великобритании и США также названы одним из самых пьющих в мире. Они замкнули пятерку лидеров, расположившись на четвертой и пятой строчке, соответственно. Значит, по чистоте употребления, не по количеству, а по чистоте, все время нафигачиваются жители пятой французской республики. Ничего с ними не поделаешь. Пьянь. Пьянь и рвань подзаборная. Ну и как с ними можно вообще какие-либо международные отношения вести? Значит, они, вы представите себе, я сейчас вам скажу, они употребляют спиртные напитки не менее 132 раз в год. То есть, видишь, французов, он гарантирует, практически, 100% говорят, что он пьяный. Вообще, я хочу сказать, ребят, трезвых французов, судя по всему, не бывают. Не бывают. А ты думаешь, а почему они со всеми подряд в постель лежат? Их же раньше еще и самые сексуальные нации все называли, потому что греки обогнали, по-моему. Потому что они все время пьяные. А если пьяные, пьют и по бабам шлятся эти французы. Что они могут нам хорошего дать? И революции еще устраивают. Что мы от них получили хорошего? Сядут на кочергу и давай себе безобразие творить. Ты понимаешь, у них уже пятая республика. Ребята, мы вон с первой разобраться не можем. А мы пятая, кошмар как. Мы вне конкурса, гран-при. Не, 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 не. Нет, другое дело, что вы правы. Вот, кстати, вот французы на втором месте. Новая Зеландия тоже мне еще местечко. Ну, там, понимаешь, там красоты. Красоты, ребята. Красоты, хоббиты. Ледники, хоббиты, долины. Народу мало. Ну, грех не выпить. Сел там на лавочку, посмотрел. Такая красота природная. Душа-то раскрывается сразу. Эти новозеландцы, они сидят тоже всем пьяные. А затем голландцы. А эти еще и обкурены. Ой, нет, ну, это вообще что-то. Ну, тут в базе. С духовной надпи. Ну, я согласен. Чем они могут нас? Единственное, что, на мой взгляд, вот, насколько я понимаю, вы можете меня поправить. Я не был в Новой Зеландии. Хотел вот прямо перед пандемией слетать. Планировалась поездка, но она сорвалась. Насколько я понимаю, что в отличие от нас, ни новозеландцы, ни абстралийцы, ни французы даже, прости господи, они все-таки массово не пьют средства для ванн, стеклоомывайку и прочее. И как-то я не слышал, чтобы из этих стран приходили, вообще не встречал ни разу какие-то вот новости о массовых отравлениях, когда там люди десятками мрут от того, что там метилово-спирты выпили вместо этилово. Нет, я не прав? Не попадал тебе? Я не буду эти антироссийские разговоры поддерживать. Но в целом, в целом, потому что это все, это все, это Запад, это все согласен и, извините меня, и педерастия, и алкоголизм, и так далее. Здесь с Матвиенко сложно не согласиться. Наши зрители под видеотрансляцией предполагают, что нас просто побоялись включать в этот рейтинг, потому что мы всех порвали бы. И прекрасное сообщение, объединяя вот как раз и Матвиенко и все вот эти новости, на тему, то, что Игорь Наумов рассказывал, что появилась молитва против QR-кодов, которая рассылается в соцсетях. Олег из Тамбова пишет предъявление QR-кода. Говорить охраннику на входе, прими пособник дьявола мою печать сутоны, и стань нечестивым во веки веков. Аминь. Олег, браво, это прекрасно. Итак, ребят, значит, я сейчас быстренько даже залезу, посмотрю, у нас тут уже какое-то количество людей смотрит, несколько тысяч. Это прекрасно. Давай, наверное, попросим сейчас Егора подвести уже итоги этого опроса. Я смотрю, что, в общем, достаточное количество проголосовало. Опрос на нашем YouTube-канале. На чьей стороне наш парламент? Два варианта ответа. На темной стороне? На стороне добра и света. Чудесные формулировки. Сейчас ждем. Сейчас Егор пришлет. Хорошо. Кстати, по поводу... Други мои по поводу вот этой самой замечательной, совершенно потрясающей, как выяснилось, вымышленной истории с Оксимироном и Нойз МС, он же Иван Алексеев, например. Что, дескать, какая-то группа патриотов, эта группа, насколько я понимаю, ВКонтакте так называется, объединились и подали в Следственный комитет заявление с просьбой о проверке творчества Нойз МС и Оксимирона на экстремизм. Об этом накануне все рассказывали, а сегодня утром выяснилось, что все это шутка. И вообще такой организации, как группа патриотов, не существует. Существует только группа ВКонтакте. Прости, пожалуйста, я увидела результаты опроса. Как ты считаешь, какой процент наших зрителей считает, что наш парламент на стороне добра и света? Я считаю, что у нас очень осознанная, критически мыслящая аудитория. Я считаю, что у нас все топят за парламент, за наш. Что, безусловно, наш парламент на стороне добра. Об этом, во всяком случае, сами поговорим. Четыре процента опрошенных считают, что наш парламент на стороне добра и света. Четыре, видите? Всего получено 601 голос. Четыре. Ребят, спасибо огромное всем тем, кто поучаствовал в этом опросе. Мне кажется, как-то плохо просто работает наша голосовалка. Я не знаю. Чтобы обелить наш парламент, мы уволим Егора Корбасова. А просто настоящим патриотам, и не надо участвовать ни в каких вот таких опросах. Потому что у них нет сомнений по этому поводу. Именно так. Зачем дискутировать по очевидным моментам? Это только себя, так сказать, не изводить до низких споров, когда и так все очевидно. Так вот, что, ребята, я хотел сказать. Значит, с Оксимироном и Нойз МС понятно. Хотя, мне кажется, что в любой момент можно ждать проверки Следственным комитетом. И понятно, заявления никакого не было. Это была шутка. Но доследственную проверку Следственный комитет уже начал. Уже начал. Ну, вот видите. Видите, какая история. На самом деле, что мы обсуждали. Инстасамка. Моргенштерн. Потом еще кто-то там, я не помню, из них загремел. И вот Эл-Джей. Ну, казалось бы, ну, попсовый подростковый рэпер. Ну, популярный. Без дураков. Он же Алексей Узенюк. Покинул накануне Россию. На фоне претензий к нему со стороны силовиков. Полиция нашла в песнях артиста пропаганду наркотиков. Значит, по данным PeopleTalk, певец сейчас находится на Кипре, где уже посидел иммиграционный центр. Значит, и, по всей видимости, хочет получить кипрское гражданство. Это можно сделать несложно, если ты приобретаешь там какую-то недвижимость типа от 500 тысяч долларов. Я уж не помню, какие плюс-минус там правила менялись. Или от миллиона. Ну, золотой паспорт. Ну, и пусть валит, ведь. Настоящему российскому патриоту нужен только голубой огонек. Скажите, пожалуйста, ребята, что делать, как вы считаете, если от нас уедут все рэперы? Потому что очевидно, что рэперы становятся сейчас основной мишенью для многочисленных сотрудников наших силовых структур. Им тоже надо что-то делать. Ну, с политиками разобрались, теперь надо с творческими работниками их подчищать. Что делать, если они все уедут? Кем мы заменим Элжея, Моргенштерна, Нойз МС? Они, конечно, разные совершенно по творчеству и по силе слога, но тем не менее. Где мы возьмем новых рэперов, ребята? На ОБЖ? Я бы не сбрасывала со счетов Николая Баскова, ты знаешь. А также как-то с месяца назад упомянутого нами с тобой Юлиана. С козырей ходишь, мать. Потом есть Прохор Шаляпин. Прохор Шаляпин все время на ком-то женится. Причем мне казалось, что он как раз не очень скрепный парень в смысле своей ориентации. Мы с ним несколько раз сталкивались, у меня такие возникали мыслишки. Хотя, может быть, я ошибаюсь, к счастью, не проверял. Значит, давайте... Даже не знаю. Потом этот, который с жабрами, как его? Витас. Что тебя не устраивает? А где Витас? Начинается. Ребята, вы чувствуете, какими серьезными проблемами? То мы искали Юлиана, то мы теперь будем искать Витаса. Куда делся Витас и Юлиан? Мы хотим их позвать в эфир в конце, а почему нет? Опять же, вот про лозу напоминают наши слушатели. Не, ну ладно, ладно, давайте. Лоза — это уже нарицательная история. Дети Киркорова подрастают. Я, между прочим, и самого Филиппа Бедросовича со счетов не сбрасывала. Он еще... А он, между прочим, очень профессиональный чувак. И он-то как раз же с Моргенштерном зажигал. Помнишь, у них клип есть совместный? Разве с Моргенштерном? По-моему, с Моргенштерном. Ну, нет. Ну, где этот царский вот эти у них, как они называются? Золотые зубы. Я забыл, это есть вот это вот, вставные эти капы. Ну, разве это был Моргенштерн? Дава. Нет. По-моему, он с Моргенштерном у него, роличек. Стыдно, ребята, извините. Ради бога, сейчас мы уточняем важный момент. С кем Бедросович отжигает. Я не знаю, какой запрос писать по этому поводу. Ну, короче, сейчас уточни, может, вы нам подскажете. Но, во всяком случае... Филипп Бедросович, вы аккуратно с этими рэперами связывайтесь, пожалуйста. Там вот видите, что творится-то. Да, потому что и вас притянуть смогут. Тут еще и про ЛГБТ начнутся разговоры и так далее. Знаете? Так что вы по тоненькому ходите-то. Значит, ужасные совершенно новости. из Штатов, ребята. А Влад Сташевский вообще еще у нас существует. Это слушатели все напоминают. Позови меня в ночи приду. Господи, откуда сейчас этот текст взялся в моей классе? Он же в самое время женился на дочери директора Черкизона. Ну, на бабках женился. И, по всей видимости, это как-то и... Газманов может читать рэп. С Газманом вообще какая-то беда. Они с отцом спорят, с ссорицем, там, молодой со старым Газмановым. Какой-то кошмар, в общем. Куда катится мир. Доброе утро. 731. Наш телефон в студии. Прошу. Понятно. Присоединяйтесь. Комментируйте любые наши истории, которые мы обсуждаем. Гордеев. Плюс 7903-797-6333. Номер для смс и ватсап. Он не меняется. Страшная совершенно, ребята, история с маском случилась. Что такое? Кто его обидел? Значит, наш малыш, наш американский Рогозин, продал свой последний дом за 30 миллионов долларов. Что еще раз? Кто? Значит, это особняк. Значит, у меня написано площадь 19 гектаров, но я не думаю, что это площадь особняка. Видимо, это площадь всего, всей земли. Значит, это Хиллсборо в Калифорнии. Кто купил, неизвестно. Значит, еще летом Маск продавал дом за 37 с половиной миллионов, осенью за 32, и вот все-таки продал за 30. Вы представляете себе, приходится, видимо, нужны бабки на все эти его космические выкрутасы. Мы же не знаем на самом деле. Вот реально. Правильно же Рогозин говорит, что все это фикция, эти маскские ракеты, а это все за деньги американских налогоплательщиков, это все убыточная фигня. И вообще обсуждать это несерьезно. Ну, по всей видимости, Рогозин прав, Дмитрий Олегович. Значит, в особняке 7 спален, 10 ванных комнат, кухня, танцевальный зал, библиотека с кожаными стенками, гараж на 11 автомобилей, бассейн. Ну, так, в общем, более-менее скромно, по меркам Николиной горы. Вот у меня есть там у товарищей дома, ну, 2-3 раза больше, 4 некоторые. Маск купил особняк за 23 миллиона в 17-м году. Вы представляете себе, все равно все-таки собака что-то заработала, 6 лямов. Значит, более того, что с человеком происходит? Посмотрите, вот деградация на наших глазах. Это просто даже читать больно, у меня текут слезы. Валерьянки, может, тебе принесли. Сейчас я расскажу. Ах, я думаю, хотел по телефону поговорить, но не успел. Значит, дело в том, что Маск переехал в итоге сейчас в дом площадью 37 квадратных метров. Может быть, он захотел почувствовать себя россиянином? 37 квадратных метров, это вот средняя площадь, ну, 39 даже у нас. Вот хрущевка двукомнатная, типовая. По-моему, 39. У меня было 39 метров. Это знаешь, давай так сейчас прям вот можно развить эту историю. У нас же перед полетом на Марс были вот эти бесконечные подготовки, программы подготовки колонистов, да? Когда людям создавали условия, они там по несколько месяцев жили. Может быть, Илон Маск все-таки договорился о чем-то с нашим Роскосмосом. И Илон Маск сейчас проводит вот такую же подготовку перед тем, как переехать в Россию и жить в хрущевке. И работать на Роскосмос. Во всяком случае, по площади, он, более того, он даже арендует эту 37-метровую квартиру у собственной компании SpaceX, которая расположена в Техасе. Значит, сам Маск, ну, лепит совершенно левые отмазы. Мы ему не верим. Он говорит, что ему не нужна недвижимость на Земле, потому что его больше интересует жизнь на Марсе. Ну, знаете, товарищ Маск. Совсем уже. Уже забрались просто дальше, ну. Доброе утро. Ты знаешь, нет, давай мы звонок примем через несколько минут, друзья. Я напомню, 730-101. Киркоров, во-первых, делал дуэт с Фейсом. А, с Фейсом. Спасибо Наташе, которая об этом напомнила. А также про Егора Крида пишут. А вообще у нас есть... А у Фейса, кстати, такие же проблемы там со следственным комитетом сейчас начинаются. Да ладно, я вот это не слышал. А вообще у нас есть МС Расторгуев и группа Любе. Вот такой комментарий в наш WhatsApp. Друзья, оставайтесь подписчиками. Йоу, Батяня, Батяня, йоу. Это смешно, да, про Батяню. Пишет, что он делал когда-то с Тимати. Особняк Маска, скорее всего, купил Рогозин. Не исключено. Да, не исключено. Пишет тебе, что Хиллсборо в Орегоне. Ну, ребят, я честно должен сказать, у меня написано в Хиллсборо, штат Калифорния. Юля из Липецка пишет. Спасибо, давайте его уточним. Может быть, не одно Хиллсборо в Америке. Юля нам пишет. Как приятно. У меня этого больше квартира. 39 квадратов. Да, да. Когда эта Маска ко мне в квартиру успел переехать? Нет, все правильно. Это Хиллсборо, город в округе Сан-Матео, штат Калифорния, в районе залива Сан-Франциско. Ну, значит, слушатель наш просто перепутал, да. В 27 километров к югу от Сан-Франциско на полуострове Сан-Франциско. Ну, и ты знаешь, что касается вот этого наката, который со стороны Бастрыкина и Следственного комитета мы последнее время наблюдаем в адрес рэперов? Спасибо нашим слушателям, которые обращают внимание на то, что не только на рэп идет накат, но и на некоторых стендаперов. Ну, стендаперов вначале это по полной программе, особенно те, кто там что-то смеленькое делал. Ну, вот сейчас везде интервью Руслана Белого, того же, у которого отменяют. Белый вышвырнули его вообще из концертной деятельности. А он считается как бы даже таким одним из отцов-основателей российского стендапа. Станислав интересуется, когда через два года Старшип будет летать как в маршрутке, где будет Рогозин? А в особняке Илона Маска? Он там же, в особняке Илона Маска. Так. Я думаю, что судьба Рогозина никаким образом практически не зависит. Да мы шикуем, у нас двушка в Крущевке. Да? 44 квадрата. Сколько? 44. Слушай, это какая-то даже нестандартная. Богатенькие буратинки у нас слушатели. Но они были разными. Там зависит от серии. Вот, например, у меня был Хрущ в Питере 39 метров. Вот эти с кухней в 5 метров. Ну, вот это все по классике. Одна комната 10 метров, другая, по-моему, там 19. 9-19. Общая зона и кухня, по-моему, 4,5 или 5,5 метров. Такая. Ну, в общем, суммарно 10-9 метров. Но. Что я могу сказать? Порадуемся за Илона Маска? Да. Про Авраама, Руссо напоминают наши зрители под видеотрансляцией. Ребят, господи. Где все эти люди? Почему мы помним всех этих людей? Да, они все делись. Ох, ох, как много всего еще интересного. У меня тут сейчас 6 листов истории, которые хотелось бы с вами обсудить. Ну, сейчас Андрей Юрьевич уже через... С приветом, Набутов. Доброе утро, друзья, еще раз. Хаюшки, я рад, что очень многих наших радиозрителей... Радиозрителей, я буду вас так называть, потому что это уже непонятно. Мы и в Ютубе, и в ФМе. Очень волнует судьба Илона Маска. Я уверен, что кто-то мог бы даже ему предоставить, возможно, вот такое же 37-39, может быть, там 43-метровое жилье в России. Просто из чувства... Жалости. Ну, представьте себе, человек вынужден распродавать всю свою недвижимость для того, чтобы получить деньги. Вообще у человека ничего нет, кроме арендного жилья. Вот многие из вас вбиваются в ипотеку с нынешними-то ценами, там, берут 50-тысячные зарплаты, какие-нибудь квартиры по 15 миллионов и с 30-летним кредитом. Понимаете? Но, в конце концов, ну, ребят, зачем? Посмотрите на Маска, даже он живет в съемном жилье. Нищеброд. Наверное, он просто не может взять ипотеку себе позволить. Не дают. У него плохая кредитная история. Значит, ребят, я хотел... Тут еще пара таких информаций. Во-первых, потрясающие новости. Это у нас Пермь. Пермь. Успехи правоохранителей. Вы не обсуждали, разве нет? Очень громкая история. Значит, там пресечена нелегальная торговля ввязанными носками на улицах Ветлушская и Хабаровская. Колоссальный рейд уже не первый в этом году. Все, все пермские СМИ выходят на первых полосах. Это обсуждается. Значит, с начала года специалисты сектора потребительского рынка на территории Дзержинского района уже провели 22 рейда об административе, ну вот, по задержанию этих мошенников. Значит, составлено 22 протокола, по 7 из них уже вынесено решение. В большинстве случаев серьезные наказания в виде крупных штрафов, значит, в случае рецидива речь может идти о реальных сроках. Пермские пенсионеры регулярно нарушают действующее законодательство по целому ряду статей. Тут и незаконная торговля, сокрытие доходов, нарушение пунктов законного защиты прав потребителей, отсутствие кассовых аппаратов, противодействие работников полиции, оскорбление представителей органов власти. Там, в общем-то, на пожизненное у них тянет иногда по совокупности, потому что эти бабки, носочницы, это же опасные людишки. Они и за словом в карманы не лезут, есть что в глаз могут дать этим нашим несчастным полицейским и так далее. Значит, вязаные шарфы, носки и шапки, вот как пишут местные СМИ, большая пермская проблема. С началом зимы количество нарушителей возрастает кратно, кто выходит на пермские улицы и торгует контрафактом. Значит, с целью предотвращения незаконной торговли, полиция Дзержинского района регулярно проводит постоянные рейды и производит опись имущества и изъятие товара. Новый девиз сотрудникам правоохранительных органов города Перми только что придумали наши слушатели. На страже тепла и пяточек. Ну как-то, ты знаешь, стало спокойнее за судьбу Родины после вот этого твоего сообщения. Ты знаешь, я вот, правда, тут все выходные читал немецкие издания, в том числе газету Bild, которая публикует разноцветные карты нашего вторжения на Украину. Тут надо понимать, что Bild это такое своеобразное издание. Ну не только оно там, в общем, вся немецкая пресса обсуждает, как Россия будет торгаться на Украину. Я думаю, что об этом мы поговорим и с Андреем Юрьевичем. И завтра отдельно это обсудим и в интерактивном. И Дмитрий Борисович завтра у нас, да. Давайте заканчиваем. Елена, интересуется, Виктор, а почему вы ни слова не сказали про мимимишных футболистов «Зенита»? Это имеется в виду, что они здесь на игру с Ростовом, с собаками, с щенками вышли. Я смотрел этот матч. Вообще, если там без дешевого троллинга, которым мы славимся с Гордеевым. По-моему, это было очаровательным. Я хотел сказать, что это действительно совершенно замечательная во всех смыслах акция. Вообще «Зенит», да простят меня там спартаковские болельщики «ЦСКА», «Динамо» и прочих наших мощных клубов. Вообще «Зенит» в части всяких разных медийных перформансов и так далее. Да, есть такой момент. Реально там номер один в стране. Потому что они не так круто играют в футбол. Но в этом смысле там все здорово организовано. И вот эта акция обошла все крупнейшие футбольные издания мира. Акция «Собакам лучше дома». Да. Они вышли на представление перед матчем. Стали на поле со щенками. И этих чудесных шинопсов вы могли после этого взять себе домой из приюта. И, насколько я понимаю, их всех разобрали. А «Зенит» засветился с такой правильной человеческой акцией во всех европейских футбольных изданиях. В общем, потрясающий комментарий. Везде, вплоть до «Манчестера Юнайтед» на своем сайте это обсуждает. Ну, мир глобален. Да-да-да. Так вот интересно. Ну, не футбол же наш обсуждать, правильно? А такие вещи, они заходят хорошо. Это была прекрасная новость. И даже их ставят как бы в примеры. Кто-то там из больших клубов европейских хочет повторить подобные акции. Ну, потому что это очень, в общем, правильная такая история во всех смыслах. Молодцы, «Зенитовцы». Молодцы. Вот. Чего? Не успею, что-то не одна. Чего, ты гадкая сейчас что-нибудь хотела рассказать после вот этой прекрасной новости? Нет, 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 нет. Слушай, за все 8 или 9 лет работы на «Селенной дождей» ни одной гадкой новости от меня не было. Что ты тут придумываешь? ООН признала деревню Бехово в Тульской области с населением 58 человек одним из лучших туристических мест в мире. А вы мою программу «День города» не слушаете. Ну, я не всегда слушаю. Ну, я да. Ну, извини, мы повторились. Вот. У нас аудитория уже сменилась за это там час с лишним. Я должен поздравить беховцев. Правильно? Так будет? Беховчан. С этой замечательной новостью, которая пришла из Мадрида, где проходит Генеральное ассамбление Всемирной туристической организации ООН. Значит, они победили в разряде как раз туристические деревни, в котором принимали участие деревеньки из 75 стран. Критерии оценки. Значит, деревни, которые лучше всего сохранили свою аутентичность, народно-художественные промыслы, самобытность, но при этом максимально адаптированы под запросы современных туристов. Бехово находится на берегу реки. Очень красивые места, действительно. Всего 58 человек там проживает по состоянию на 10-й год. Одна автобусная остановка, кладбище, детский лагерь отдыха, стелла героев войны, небольшой пляж и церковь живоначальной трои. Ждем Андрея Юрьевича Гаврилова сразу после выпуска новостей от Игоря Наумова. Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая ФМ.